Доброй ночи, дорогие друзья! Сегодня хочу сделать еще один ролик. Он называется «Точка фиксации». Дело в том, что это та тема, о которой я не нашла нормальных материалов в интернете. Но понимаю, что вот сейчас люди, которые материалисты, которые никогда в жизни не прикасались к святым мощам и считают это бредом и членовредительством, могут выключить ролик. Они не верят в чудо, им это не надо. Я тоже на самом деле плохо отношусь к мощам и ко всем вариантам работы с трупами, но при этом я верю в чудо. И вот этот ролик я предлагаю тем, кто верит в чудо, кто верит в магию своего сознания. Для вас будет интересная тема. Всем остальным сразу выключайте. Бред и шизофрения старой тетки. Согласна. Точка фиксации. Что это такое? Давайте возьмем сразу ситуацию. Вот молодая особо красивая бегает. Она почему-то решила, что у нее есть онкология. Вот она бегает и бегает в одну поликлинику, во вторую, в частную, в государственную. Прибегает и говорит, вот чувствую, есть, а диагноз мне поставить не могут. Вот спрашиваю, есть симптоматика. Вот вроде какая-то симптоматика есть. Там кольнуло, там вот это, там вот это. Но при этом достоверно, чтобы поставили диагноз и сказали, да, дорогая, у тебя есть онкология. У нее нет. Проходит полгода, и у человека уже есть онкология. И человек говорит, а вот тогда они определить еще не могли. Вот такие плохие врачи, козлы они такие. Вопрос. Была ли тогда онкология, или мы ее спродуцировали сами своим сознанием? Понимаете, очень часто многие вещи мы в своей жизни продуцируем. Мы фиксируемся на них, да? И вместо того, чтобы фиксироваться на чем-то положительном, на здоровье, на радости, на материальном каком-то благополучии, на успешности, на спокойствии, в конце концов, и в какой-то такой комфортности, мы вдруг ни с того ни сего начинаем себе придумывать дурацкие игры. Я понимаю, что эти дурацкие игры мы придумаем не просто так, потому что у нас там где-то на уровне ДНК меток есть информация о том, что нам надо сыграть в эту игру, потому что у нас есть вторичная выгода, которая прописалась на основе травмы, и под ней скрыт какой-то энергетический ресурс, и это все красиво, умно и мудро, да? Это все целая песня, да? Это все контракт на бессознательном уровне, это все, да, это есть. Но умеете здесь и сейчас, если мы люди осознанные, мы можем менять все, абсолютно все, даже включать закон свободы выбора в определенных положениях точки сборки. Это так, для тех, кто техниками влияния интересуется. Так вот, господа, там, где наше внимание, то идет на материализацию. Первично наше внимание. Первично наше сознание. Я приведу несколько примеров, как это все-таки гармонично использовать в жизни. Во всяком случае, я возьму примеры своей жизни. Ну вот, например, сумасшедший пример. Я начну с самого сумасшедшего примера, который случился во время приезда Жени Волкова сюда, совсем недавно. Это, кстати, изумительный тренер, который дает великолепно психотехнике, причем опытом в большом количестве и по очень комфортной цене. Так вот, так как мы везде ездим на машине вместе с Женей, так получилось, что нам надо было кататься. А у меня в один прекрасный момент, когда я отъезжала от магазина, на панели загорелись все лампочки в машине. И она издала какой-то такой страшный звук, так что мне пришлось даже музыку сделать погромче. И после этого лампочки погасли, кроме нескольких штук. Там горела неисправность тормозной системы, неисправность генератора, и вообще электрика там горела, что крах. Вот, срочно надо было гнать на сервис. В общем, я еще два дня на этой машине проездила. Ну, надо было ездить с Женей. Вот мой вечер проездили, на следующий день утра. И потом я ему говорю, Женя, вот ты работаешь, а я сгоняю машину на дилера. Пригоняю машину, глушу, оформляю заказ-наряд, возвращаюсь. Я человек, который проработал 10 лет в автобизнесе, сделал там карьеру. И я знаю устройство автомобиля. У меня даже есть татуэтка, лучший инженер по гарантии автоцентра Volkswagen за 2005 год. Я знаю устройство автомобиля, и я знаю, когда горят эти лампочки. Но я тупо не включаю память. И я ни при каких обстоятельствах не открываю капот, потому что я знаю, что будет гамонный эвакуатор. Я приезжаю на автоцентр, оформляю заказ-наряд, мы выходим на улицу. Товарищ садится в машину, пробует ее завести, она мертвая. Он открывает капот, говорит, «Ты как ты сюда доехала? На какой энергии?» Я говорю, «На своей». Он открывает капот, а там нету шкива коленвала. Я его потеряла. Мужчины дрогнули. Два дня без шкива коленвала, с висящим ремнем. И помпа не заклинила, и двигатель не заклинил, и генератор не работал, и аккумулятор не разрядился, и топливный насос качал, который электр. Не бывает? Бывает, господа, бывает. Если бы был открыт капот, стало бы очевидно, шкива нет. Он где-то отвалился, вот этот жуткий звук, который был, это он отвалился. Где-то там возле магазина и остался. Но мне же надо было ездить. Хорошо, второй пример. Ребенок едет на мотоцикле, прыгает. Нога соскальзывает с педали, и он ударяется с размаха во время прыжка о кочку. Больше ехать не может. Его на спине уже приносят домой. Нога быстро отекает. Там есть такие капиллярные кровоподтеки. Нога немеет, поднимается температура. Это воскресенье. Ребенок лежит на диване. Его надо везти в больницу, но уже вечер, воскресенье, и травмопункты, по идее, закрыты, если только в больницу скорой медицинской помощи. Что может подождать до утра. Я понимаю, что лучше, чтобы подождала до утра. После этого мы общаемся. Он смотрит мне в глаза. Боль снимаем. Боль уходит. Отек растворяем. Он, конечно, не уходит, но все-таки легчает. И дальше сознанием фиксируем. Нет перелома. Тут не может быть перелома. Посмотри. Вот сейчас все отключится, боль уйдет, и все будет нормально. Правда, температура палит. Все это дело, что все-таки, дорогие, вы так быстро не выскочите. Ну, пробуем сдвинуть в моменте здесь и сейчас фиксацию. Меняем состояние, меняем отношения, работаем по гипнозу. Вечер и утро. Утром, конечно, на ногу он встать не может. Папа опять на плечах несет. в поликлинику. Врач смотрит и сразу говорит, ну, однозначно перелом, плюсневая кость. Делают снимок, а перелома нет. Ушиб. И мы обходимся без гипса. Мы же проговаривали, нам же надо было ходить. Через три дня он уже ходил, расхаживал ногу. Понимаете, это сила нашей мысли. Это сила фиксации. Это сила, которую мы можем приложить в моменте здесь и сейчас и зафиксировать точку другую. Сдвинуть резко мы не можем. Если мы сразу зафиксировали через УЗИ, через зрение, через... все, мы изменить ничего не можем. В моменте здесь и сейчас уже откаталась такая установочная программа. И сознание дальше будет исходить из нее. Если здесь и сейчас диагноз не подтвержден, если здесь и сейчас нету фиксации, то там может быть все что угодно. Помедитируйте на эту тему. Это сложная тема. И я понимаю, что для этого надо действительно осознавать, что весь мир в нашем сознании. И когда мы попадаем в такую ситуацию, надо не просто верить, получится у меня и не получится. Надо знать, других вариантов нет. Мы двигаем точку фиксации. Двигаем для того, чтобы получить тот результат, который нам надо. Работать с точкой фиксации можно в определенных состояниях сознания. Во-первых, это измененное состояние сознания. Это трансовое состояние сознания. Во-вторых, это благостное состояние сознания. Это состояние сознания от любви. Даже не от любви, а от радости. От радостного стёба, такого детского драйва. Помните, как в детстве? Вау! Вот. Вот в этих состояниях ведется работа с точкой фиксации. Не с других. Вот это божественное состояние, когда формируется реальность. Поэтому и с точкой фиксации мы работаем только из этих состояний. Понимаете? Хотя вот сейчас классики мне скажут, смех и радость несовместимы с гипнозом, смех враг гипноза и так далее. Абсолютно согласна с вами. Но всё, что касается транса и вот этих высокочастотных состояний, прекрасно совмещаются. Не совмещается директивный гипноз, мы можем не по-директивному работать, мы можем в себе работать. Вообще всегда есть море вариантов, как зайти, как обойти и как получить результат. Подумайте, помедитируйте над этим. С вами была я, Наталья Зайцева. До новых встреч, друзья! Редактор субтитров А.Семкин